Добро пожаловать в холодное питерское утро. Нечто необычное ждёт меня сегодня подле нелюбимого Пушкиным Александрийского столпа. Крошка Смарт. Смарт Брабус. Пытаться продавать в России с её расстояниями, скоростями, просторами, такой вот маленький зелёный автомобильчик за 15 тысяч евро кажется абсолютно бессмыслицей. Но нет такого другого места, как Питер, с его европейской застройкой и тесными улочками, чтобы попытаться понять хотя бы идею, стоящую за созданием этой машины. Альма-Матер Смарта, концерн Даймлер, год за годом терпеливо несёт убытки, продвигая по всему миру эту дорогую жестяную шкатулку. В чём же её прелесть? Самое удивительное в Смарте – это несоответствие формы и содержания. Ведь, глядя на эту коробчёнку снаружи, ни за что не догадаешься, что внутрь поместится взрослый человек. Между этим я не просто помещаюсь внутрь, я здесь сижу нормально, удобно, у меня много места для ног, есть запас над головой. И это не просто салон, это нагромождение линий, форм. Здесь всё такое затейливое, дизайнерское. Какие-то кругляши, какие-то кнопочки, кнопочки в ребрышках, все какие-то. Смарт – это ваш личный маленький карманный планетарий. Вот планета – воздух, планета – мотор. И эта передняя панель, которая уходит далеко вперёд, создавая впечатление, что впереди ещё метр машины. А на самом деле нет, она кончается у меня под педалями. Вдобавок подвеска с жёсткой до зубной боли. Даже не верится, что эта лягушачья коробчонка – дело рук мерседесовских инженеров. Гуру комфорта и рыцарей высоких технологий. Звук двигателя больше похож на жужжание шмеля. А коробка передач роботизированная. Всю работу по включению передач и управлению сцеплением берут на себя электроприводы. Ленивые, сонные. Такое ощущение, что за время, пока включается передача, я успею прочесть строчку из медного всадника. Вот мы едем на первой передаче. Вот, чтобы вы видели, как скачут обороты. Я переключаюсь. За ним несётся медный всадник. Вот. За ним несётся медный всадник на звонком скачущем коне. Вот, мы только поехали. Если рассматривать смарт с точки зрения теории автомобиля, то должно же получиться что-то феерическое. Но судите сами. Задний привод, заднее расположение двигателя, турбонаддук, короткая база – это расстояние между осями. Это должен быть сумасшедший, пьянящий драйверский коктейль. Сейчас. Капелла, какая красота. Вот это Европа. Смарт дома. Вот в таких дворах смарт на своём месте. Два смарта здесь, конечно, не разъедутся, но один может маневрировать среди пешеходов, как никакой другой автомобиль. Смарт – идеальный автомобиль для городской погоны. Нет, ну в самом деле, ведь перед же люди сумочки и потом удирают на мотороллерах. Почему бы им не пересесть на смарт? Вот представим, что нас двое, мы только что взяли маленький банк и украли у кого-нибудь сумочку, и теперь уходим к параметру. Полезные навыки. Нечего сказать. Я вот вчера спрашивал владельца этого самого смарта. Почему вы купили смарт? Ну, потому что парковаться удобнее, потому что бензин расходуется меньше. Я говорю, послушайте, чтобы залить омывающую жидкость, вам нужно снять вот эту решетку. Вы видели багаж? Это слезы. Двигатель. Он расположен черт знает где, а вентилятор системы охлаждения, да у меня кулер на компьютере больше. Сюда надо класть две сумки, чтобы в салоне было тише. Так, положа руку на сердце, ответьте мне, пожалуйста. Если выразить в процентном соотношении ваши практические доводы и доводы имиджевые, что перевесит? Он почесал в затылке и сказал, ну, процентов 60 имиджевых доводов. Вот. Смарт – это иррациональный выбор. Зов сердца. Но пока кто-то покупает и переплачивает за эти машины в России, я спокоен за нас с вами. Потому что у нас всегда будет повод по-доброму улыбнуться. АПЛОДИСМЕНТЫ